Привет, ребята! Добро пожаловать в ЮНРСЛАГАДЕГРИ! Итак, для сегодняшнего видео реакция, давайте поехать на наш любимый город, который называется Россия. Привет и спасибо за все русские друзья! Как вы все знаете, если вы делаете хорошо и потрясающе, и название этого видео, как вы можете видеть в моих тумнах, это «Русские, которые ловят, американские солдаты о русских». И также приведите к владимирам этой великой видео «Милитарные силы XX1-century». Я поставлю в описании под видео, чтобы вы также можете связаться с владимирами этого видео. И если вы не знаете моего канала, просто нажмите на подписку и нажмите на кнопку, чтобы вы обновлены в будущем. И если у вас есть какие-то комментарии и предложения, связанные с этим видео, или любые русские видео, русские артисты, которые вы можете предложить, нажмите в мою сектору, я люблю читать и отвечать вам всем, и выполняйте ваших видео. Я очень рад, ребята, потому что я действительно хочу услышать во всех странах, особенно американских. Какие другие слова в отношении русских, особенно солдаты, и как эти люди начали в войну, и как они сделали это очень красиво, и так далее. Потому что эти две страны, которые всегда спрашивают. Итак, давайте слушать это и слушать это. И я хочу слушать вас в комментариях, какие ваши комментарии в отношении этого видео. Кто лучше, ребята? Русские или американские. Но я хочу, чтобы вы нажмите в комментариях для русских и английских subtitles, чтобы мы могли понять с другими другими. «Им на всё плевать». Американский солдат о встрече с русскими. Данная статья будет посвящена истории, которая случилась в Сирии между американским солдатом и русскими парнями. Всем известно, что может русский народ и почему лучше с ним не связываться. Даже сами американцы порой не хотят иметь дел с русскими, потому что понимают, чем это может для них закончиться. Рассказ солдата армии США в Сирии. «Русские — это психи! Не надо с ними связываться!» Такими словами начал свою историю американский солдат элитного подразделения. Я хочу рассказать об этом удивительном случае в моей жизни. Свой рассказ я начну с того, что Америка — великая страна. Американская армия — самая мощная армия в мире. Но с кем нам нельзя воевать, так это с русскими. Не в первый раз приходится слышать от наших соперников, что война с нами — глупость и безрассудное решение. Русский народ еще во времена Второй мировой показал, на что способен. И с тех самых пор мало что поменялось. Глупо воевать с таким дружным и сильным народом. Ведь русские на первый взгляд кажутся слабыми. Но когда нужно постоять за себя, близких и родину, то мы все сковываемся воедино. Продолжил рассказ сержанта США. Просто русские — это психи. Я расскажу историю, которая произошла со мной. Тогда я служил в корпусе морской пехоты в Сирии. Я поступил в армию, чтобы получить профессию, посмотреть мир и немного повоевать. Это вам не компьютерные стрелялки. Через год я попал в Сирию. Не скажу, что было очень жарко. Мы в количестве и в технике превосходили врага. Все было нормально, пока однажды мы не попали в засаду, которую устроили боевики. Мы заняли круговую оборону в ожидании подкрепления и выхода из окружения. И примерно через полчаса видим, как на полном ходу в нашу сторону летит бронеавтомобиль. Как вы считаете, кто находился в этом самом бронемобиле? Думаю, догадаться не так уж и тяжело. Это были наши, русские ребята. Русские легко узнаются по их технике. Это были русские. Непонятно, что они здесь делали, ведь все спецподразделения сообщают о своих зонах работы. А эти катят, как на спидвее. И тут, со второго этажа разрушенного здания, по ним стреляют из гранатомета. Броневик замирает на месте. Из машины выползает русский. При этом сам горит. На нем горит одежда. Но вместо того, чтобы тушить себя, он начинает стрелять туда, откуда запустили ракету. Мы все в недоумении. Вместо того, чтобы себя тушить, он стреляет туда. Он явно псих, поняли мы. В этот момент из люка бронемашины вываливается один, два, три, четыре человека и бегут за стену. Что это было, мы не поняли. Все же происходит мгновенно. Потом этот русский, который стрелял, упал. То ли его застрелили, то ли болевой шок. Из-за расстояния было метров двести. Мы не могли определить. Другие русские из машины в это время спрятались за стены. С этого места начинается самое интересное. Именно это и повергло американцев в шок. Но вдруг трое из них бросились к стрелявшему. Живой он или мертвый. Мы не могли понять. Они точно психи. И это под простреливаемую территорию. Я не могу сказать, что русские не умеют воевать. Но то, что русские ради своего солдата пошли умирать, вот это непонятно. Вау. Иногда я думаю, наверное, это был офицер. Тогда немного понятно становится, почему это было сделано. Причем пошли русские без оружия в полный рост. Они что, психи? Я смотрел в бинокль и не мог понять ситуацию. Один русский стоял в полный рост и смотрел в сторону, откуда прилетел снаряд. Он просто стоял и смотрел в сторону, откуда стреляли в них. Он просто псих. Другие русские тащили того, кто упал. Они не скрывались и не ползли. Они просто тащили солдата. Я не понимаю, они что, пришли сюда умирать? Тут просто без комментариев. Определенно, русские психи. Наш командир также смотрел, не отрываясь от бинокля. Но я не могу понять, почему не стреляли боевики? Русские были как на ладони. Причем сами вышли. Что это было? А после того, как русские втащили своего в укрытие, наверное, чтобы он умер в тени. А может, чтобы труп не достался боевикам? Я не знаю. Тот, кто стоял перед боевиками, наклонил голову и, повернувшись спиной к боевикам, пошел неторопливо за стену. Мы смотрели как завороженные. Смотря в бинокль, я просто услышал в нашей цепи. Вау! Я не понял, когда русский наклонил голову, это был знак благодарности или уважения. Это же война! Без правил! Какие правила на войне? Мы до сих пор гадаем, почему боевики не стреляли. Может, перезаряжали оружие. Может, просто сели отдохнуть. А может, посмотрев в глаза русскому, решили больше с ним не связываться. Потому что русские психи... У русских же ничего нет. Так что им терять? Правильно. Но как с такими воевать? Им же важно просто выполнить приказ. Независимо ни от чего. Они просто психи. Честно говоря, я сам был удивлен, услышав это. Ведь на войне нет правил и мало кто оставляет кого-то живым на поле боя. Но если говорить на чистоту, то русские и вправду заслуживают уважения и чести. Ведь они не бросили своего товарища умирать, а пошли его спасать, несмотря на то, что сами могли погибнуть. Дальше происходило следующее. Мы долго обсуждали этот эпизод. Одни склонялись, что русских подбили по ошибке, приняв за чужаков. Другие говорили, что русским просто плевать на их никчемную жизнь. Третьи о том, что они так воспитаны. Типа древних рыцарей. К единому мнению мы не пришли. Пришли только к одному пониманию. Русские – психи. И лучше с ними не связываться. Такая моя служба вдали от родины. И полное приключений. Дополнение к письмам. Потом я узнал, что один русский в Сирии приказал себя разбомбить, так как был в окружении боевиков. Я разговаривал с ребятами. Мы ничего не понимаем. Лучше иметь возможность выжить, чем с собой унести десять, да хоть сто боевиков. Русский – определенно псих. И с друзьями я об этом разговаривал. У всех одни. Жертвовать собой ради какой-то Сирии – мы не понимаем. Хотели прикрепить русскому звание. Зомби – не прижилось. Осталось слово «русские». А эти русские даже полумертвые страшны. Потому что найдут силы, чтобы просто зубами в горло вцепиться, чтобы не умереть одному. Им же терять нечего. И вокруг одни болота. Русские – определенно психи. А с психами лучше не связываться. Такое вот впечатление сложилось у наших партнеров по оружию. На самом деле, русские не психи, а просто такой народ. Мы ценим каждого и дорожим своими людьми. Для нас нет такого, чтобы мы бросили своего ради своей собственной жизни. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это действительно удивительная и хорошо написанная история. Это американская правила о русских, о том, что он чувствовал и о том, что он увидел в Сирии. Потому что он действительно вернулся, что русские – это глупо, в хорошем способе. Потому что они делают вещи, что русские – как они борются, что они очень сильные. Потому что они не хотят работать. Потому что они окружали. И они уничтожили себя. И уничтожили их. И это очень измерительно и интересное. И это… Видите, что русские – они очень сильные. И очень мощные и молодые. И такие, как во время войны. Видите, американские, они опасны с русскими, как всегда, наши поддержки говорят, или русскими, как герои, они говорят, что не мешай с русскими, и не влезайся с бирами. Боже мой, это интересно, и это я очень люблю слышать с русскими, которые говорят с русскими в положительном порядке, потому что они действительно хорошие солдаты, хорошие борьбы, которые действительно хотят защитить с людьми и их странами. И браво, и браво, и браво, и браво. Субтитры к всеми военных и военных солдатам в России. Браво, и браво, и браво, и браво, и браво и браво за это великолепное видео за «Милитарь Форсиа-XX-1». Я очень приятно слушать и слушать со мной, потому что это было краткая история, и я знаю, что это настоящая, потому что многие американские также идут в Сирии, и затем, эти русские тоже идут в Сирии. американская уважаемость о том, как у России в борьбе и это невероятно. Спасибо большое, я надеюсь, что вы выглядели на это видео, и если вы действительно хотите увидеть весь видео и связать с их вовремя, то я поставлю в описании под видео. Если вы понравились этот видео, ребята, как я делал, просто ставьте лайк, лайк и подписывайтесь на мой канал, и это это Junryс Благодагри Акси и Истамбул с позитивными, ребята. Если вы хотите связать с моим социальным медиа, то здесь. Если вы хотите связать с моим вторым каналом, то в описании под видео. Спасибо большое, и спасибо за просмотр! Have a good day, everyone! Bye-bye! Мобухай по тайong лад! God bless, and see you in my next video reaction!